Это трехбедрумный апартамент за полторы тысячи долларов в месяц. Вот так живут типичные американцы. Вот он, легендарный кодек-театр. Итак, друзья, перед тем, как вам показать что-то уникальное, я вам сейчас покажу одно место. Это комплекс, где я раньше жил, где-то, может быть, лет 7 назад. Вот, посмотрите, как тут все выглядит. Все, я вам сейчас объясню, почему мы зашли сюда. Вот, смотрите, это лестница. Там какие-то стиралки. Вот так живут типичные американцы в своих комплексах. Это, видите, комплекс стиралок под замок. Ну и вот такие вот квартирки, видите, такие очень обшарпанные. Непонятно, как выглядящие. Вот, в таком комплексе квартира стоит, допустим, однокомнатная. С таким, это большой там как бы зал гостиной, да. И одна спальня. Вот, вот такой вот стоит где-то 2200-2500 долларов в месяц. Но я вам сейчас скажу, почему. Вы сейчас поймете, почему. Вот мы сейчас спускаемся, и вы все поймете. Начинаем разоблачать мифы. Потому что мы в Голливуде, в самом центре. И теперь я вам покажу все, что здесь происходит и как здесь происходит. И мы, не поверите, но мы сейчас идем на Голливуд-бульваре. На том знаменитом Голливуд-бульваре, где люди выкладывают свои звезды. Актеры становятся суперзвездами. А вот, и буквально через 10 минут, вот там, в той стороне, мы с вами дойдем до Кодек-театра, где выдают Оскар. Представляете? Вот, посмотрите. Если вы намылитесь приехать в Голливуд, и вы посмотрели там несколько видео из интернета с дронами, с подлетами к Голливуд, надписи, со всякими солнечными кадрами, вот, с помощью моего канала вы увидите всю реальность того, как вы здесь будете проводить время, гулять, и какие ощущения вы будете испытывать. Поэтому мой канал позволяет вам окунуться в эти ощущения и увидеть реальную картинку всего. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайк, задавать ваши вопросы. Я вам отвечу на все. Я здесь уже давно живу и знаю абсолютно все про Голливуд, про звезды, про Оскары. Я был на Оскаре уже 2-3 раза. Вот, был на самых крутых мероприятиях Голливуда в связи со своей профессией. И могу вам рассказать очень много всего. Вот, поэтому, ребята, не стесняемся и задаем вопросы. Итак, что такое Голливуд? Голливуд, даже сама надпись Голливуд, это частная собственность, которая принадлежит сейчас Джордж Клуни и Джону Траволта. Вот, то есть на эту надпись нельзя забираться, просто так фоткаться. Вот, и все вопросы, почему это стало частной собственностью, потому что очень много моментов было, когда эту надпись пытались снести, пытались ее как-то запретить. Но в итоге наши крутые актеры решили ее просто себе забрать, чтобы государство не имело права ничего с ней делать. Потому что это икона, это должно всегда стоять. И решать это нужно было только, как говорится, людям, которые отвечают за эту индустрию. Вот, и сейчас мы подходим к такому перекрестку, это Лабре и Голливуд бульвар. Вот, по Лабре вы можете доехать вниз прямо до Лонгбича. Это проехать вы можете через весь Лос-Анджелес, просто вот по этой дороге. Она сквозная, вот, и если, допустим, очень большие пробки, то вы можете доехать в любую точку Лос-Анджелеса вот по этой дороге. Вот, здесь происходят все-все-все мероприятия, все кинопремьеры, которые проходят в Лос-Анджелесе. Вот, в основном это Китайский театр, да, Чайнис театр, Кодак театр, в котором, ну, такие, более-менее такие премьеры происходят, незначительные. А потом Арклайт, но Арклайт, как я слышал, после пандемии почему-то закрылся. Кстати, может быть, если будет возможность, мы туда пройдем тоже. На самом деле, прикол Голливуда в том, что здесь 90% уже русские, честно. Можете заметить, вот, просто каждый второй человек здесь будет русским. Потому что все бегут на красивую надпись этого прекрасного города. И вот они, наши звездочки пошли. Вот они, вот они звезды. Сейчас мы постараемся увидеть самых известных людей. Вот, ну, конечно же, наши звезды. Вот, вы можете посмотреть. Прекрасные звезды, которые так же лежат красиво, как и лежат звездочки именитых людей. Не знаю, хотел бы я себе когда-нибудь такую звезду иметь, даже несмотря на то, что я много-много снимаю сегодня, кино и так далее. Вот, мне кажется, это даже уже становится таким позорищем, потому что фиг знает, кто на них писает, какает, знаете, звезды. И понятное дело, что очень много-много-много сейчас бомжей в Лос-Анджелесе. Потому что в Калифорнии закон самый лояльный для проживания бездомных. И в свое время, где-то, может быть, лет 10-20 назад, еще при Обаме, их все перегнали сюда, из всех штатов в Калифорнии. Потому что здесь самые демократичные законы для людей, даже если у них нет жилья. То есть полиция их, по сути, не имеет права трогать, даже если они спят на улице. Вот, надеюсь, палаток не будет по пути. Итак, давайте я вам покажу, кто у нас тут из самых известных будет. Параллельно пока идем. Вот, посмотрите, какие люди здесь гуляют. Мне кажется, я вообще в Москве. Мы уже через буквально 2 минутки будем около музея Мадам Тюссо. После него сразу начинается китайский театр. За ним идет сразу кодек театр, потом хард-рок кафе идет. Вот, и, в принципе, здесь все очень сконцентрировано только буквально в одном месте. И вот если вы идете там слева влево или направо, начинаются такие мини-трущобы Голливуда, где живет очень много русских, необеспеченных людей. Вот, и поэтому и Голливуд, он такой, он очень стал, как, знаете, как перетертая квартира, которая замылена уже Airbnb, потому что в ней уже по тысяче людей в год живет, и никто не убирается, видите? То есть можно же было для такой культурной столицы покрасить, допустим, бордюры, да? Смотрите, в каком они состоянии, как после бомбежки. Так, ну-ка, ну-ка, кто у нас тут лежит на асфальте? Все в основном. Я просто некоторых людей знаю, но они не такие известные. Ну, вот Симпсоны, допустим. The Simpsons. Чарльз Фаррелл. Так, смотрим, смотрим. Ким Бессенджер, звездочка. Фред Аллен. Дэвид Боуи. Вот, пожалуйста, музыка. Пол Абдул. Здесь где-то вот мы уже подходим к звезде Майкла Джексона. Так, Нэнси Келли, Боб Хоуп. Ну, это уже такие более известные. Ну, thank you. Локалс. Морган Фриман, пожалуйста. Морган Фриман. Дэвид Копперфилд. Мэджишин. Мэджишин, который до сих пор делает свое шоу в Лас-Вегасе. Но я думаю, там уже давно двойник работает. Потому что я не знаю, сколько ему уже, 160 лет. Джеймс Вудс. Дэвид Брайан. Николас Кейдж. Не знаю, что он тут забыл. Уже пора ее забрать, эту звезду. Так, смотрим дальше. Так, 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 так. Пацанам здесь делают туры вот такие вот автобусы. Мини-автобусы ездят по домам звезд, которые уже давно там не живут. А перепрописаны уже в других местах. Но они до сих пор говорят о том, что они там живут. Ну, тоже как бы прикольный фан для людей. Вот мы подходим уже прям в самую мекку, в самую точку голливудской движухи. Вот. Кстати, на сегодня очень даже приятно погулять. Обычно здесь шарахаются неадекватные люди. Вот. Перемешанные с бомжами. Много русских, как всегда, если видите. И, наверное, вечером это все мы увидим. Вот. Но я не знаю, если у меня будет время вечером сходить. Давайте сейчас дневную прогулку вам сделаем. Помощь. Сувениры этот магазин появился совсем недавно. Но он сразу перекрыл всех. Видите? Здесь очень огромный выбор различных сувениров. Вот даже вам покажу, чем тут торгуют. Самое популярное, это вот плейты такие, номера калифорнийские. Можете своим именем найти. Различные всякие подставки для фотографий. Имена. Видите как? Можно на звездочку свое имя повесить. Вот. Всякие. О! Это классно. Это Кадиллак. Наверное, скорее всего, Мерлин Монроу какой-нибудь. Номера, номера. Элвис. Элвис, конечно же, будет стоять у такого Кадиллака. О! Кстати, видите, у него гитара подвисана. Неплохо придумали. Это классно. Стопочки различные. Тут Калифорния, Голливуд. Чашки. Вот такие, кстати, прикольные надписи. Вот у меня такая белая есть. Я тоже в Россию привозил. Такого цвета. Классная штука. Вот. И всякие такие пробочки, пробочки. Кстати, ребята, пишите свои комментарии, эмоции. За лучший комментарий мы разыграем один из таких вот... Один из таких вот хувениров. У меня они есть. И поэтому я вам, если что, отправлю тогда в ваш город по вашему адресу. И мы проведем розыгрыш. А вот такие вот бутылочки в стиле стильных вискарей. Стопочки. Ну и дальше там просто завал. Там очень много всего. Что можете выбрать. В общем, типичная туристическая история. Ну и всякие вот магнитики различные, видите? Лос-Анджелес, Лос-Анджелес. У меня их тоже очень много. Поэтому можете делать запросы. Видите, какие они китайские. Даже Китай здесь в этом плане выручает американцев. Вот такая вот история. Пойдемте дальше. Сейчас мы идем в самое... В самое пекло Голливуда. О, кстати, вот этот прикольный робот. Какой это робот? Это чужой. А, нет, это хищник. Е-мое. Такая галимая версия. Но неплохо. И... Мои друзья, welcome to Hollywood. Вот он, знаменитый мадам. Музей Мадам Тюссо. Такой тоже я посещал в Амстердаме. В Амстердаме мне очень понравился. Вот, кстати, классная движуха. Вот девушка, она выбивает ваше имя. Ваше имя. И вы можете делать фотку на статуе. Видите, какая пизденькая. Боится, что я нелегально ее снимаю. И, может быть, ее какой-нибудь полицейский увидит, скажет, о, что это ты тут химичишь. Видите, насколько уже ближе к центру затоптаны уже эти звезды. Просто в хлам. Майкл Киттон, пожалуйста. Свети детей нет. Ну и все, видите, вот оно, пекло. Тем более сейчас уже почти начало июня, и туристов будет очень много. Вот, можно сфоткаться с такими статуэтками. Микки, Маусы. Все на фотографию. Как всегда, быстрый фастфуд. Можно купить овощи, фрукты. И все это, представляете, происходит в одной точке. Столько всего продают. Вот эти, кстати, сладкие сахарные палочки, они очень вкусные, реально. Так, проходим, проходим быстро, чтобы музыка у нас не была забанена ютубом. Майкл Джексон, пожалуйста, весь уже затоптанный. Вот у нас Майкл Джексон. Томми Ли Джонс, красавчик. Все, Микки Маус, вот они все-все-все звезды. Шерон Стоун, пожалуйста. Элон Ян. Джеймс Гарнер. То есть, чем ближе мы находимся китайским... Здравствуйте. 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 Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Барбара Стрейзен. Барбара Стрейзен. А вот это китайский театр. Посмотрите, какой он крутой. Я там был внутри, был на премьере фильма, было очень классно. Вот. И вот здесь вы можете увидеть следы отпечатки, это называется Hand and Foot Printing, то есть когда происходят выдающиеся проекты, сиквелы, саги, крутые, которые собрали кучу денег, кинокомпании для них платят китайскому театру за то, чтобы сделать вот эту традиционную церемонию, в котором актеры оставляют свои отпечатки. Это все делается за бабки компании. То есть это не просто из-за того, что вы такой великий, ну, конечно, вы и стали великим за счет киностудий. На киностудии могут, по-моему, это стоит 250 тысяч долларов, чтобы вот такой вот сделать слепок. И вот таким образом вы пиарите, входите в историю с каким-то определенным проектом. А вот звездочки, которые лежат на асфальте, там они стоят 50 тысяч долларов, ну и плюс у нас должна пройти верификация, типа, как на Инстаграме. То есть вы должны доказать, что вы известная личность. Ну, в Инстаграме сейчас, конечно, любой дурак может себе сделать верификацию, но раньше, когда это было очень круто, то тогда нужно было доказать, что ты чего-то стоишь и имеешь вообще право получать голубую галочку. Вот здесь тоже самое, только еще 50 тысяч доплачиваешь и все. Вот видите, тут все благодарят Сид. Сид, 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 Сид. Сид. Сид Вишес. Я один раз в 2007 году попал на Гарри Поттера. Вот, по-моему, вот там. Нет, это Твилайт, это Сумерки. а я вот был вот-вот на этой дате вот видите это седьмое это 9 июля 2007 год это когда я первый раз переехал в америку и вот это вот этот food and handprinting я видел был дэниел редклик ферма ватсон вот и этот рыжий короче он джордж клуни в общем здесь все все топовые видите сколько свободных мест поэтому ребятки быстренько становитесь известными и вперед вперед пора пора остановиться на этих асфальта потому что бомжам уже негде спать вот такая вот реальность такие вот реалии голливуда значит здесь происходит самые классные премьеры самые шумные большие звездные воины и так далее а также некоторые продают свой арт вот вы можете посмотреть все все известные личности у вас на асфальте купить можно там за 20 30 долларов дальше у нас идет по-моему здесь hard rock отель был а ну вот естественно сам кинотеатр где вы можете просто сходить на сеанс посмотреть что-нибудь интересное вон даже звезда годзиллы годзилла получил звезду а ты еще не получил то здесь и годзилла получил то значит вообще просто заноси полтос и мы хоть твою обезьянку чичи запастаем тут робин уильямс пожалуйста тот самый тот самый не певец а именно робин уильямс величайший актер ну и конечно же вот он джон траволта пожалуйста эмигрант кто тут еще вот такие мне нравятся штуки может вы даже видели в тег токи люди классно делают портреты очень классно это выглядит просто супер реалистично супер при супер хупер и так мы подходим к кульминации голливуд скай земли это кодак театр здесь выдают оскар вы можете себе представить это место где происходят самые крутые церемонии года оскар на какие-то частные там вечеринки один раз здесь даже проводили свадьбу одного очень богатого русского человека а вот тим робинс пожалуйста вот вот он легендарный кодак театр слава богу они его хотя бы моют это уже неплохо старлайн сайт сити сайте не такие автобусы мы видели в шанхае кстати вы можете пройти вот по ссылочке и посмотреть как мы гуляли в шанхае очень классный город был конечно после голливуда вы на другой планете вот давайте я вам сейчас покажу что там внутри вот здесь вот представьте вот она красная дорожка и мы пошли все мы снялись фильме и вот он наш звездный час когда голливудские звезды заходят в этот большой зал буду большую арку они видят на стене каждый год какой фильм был лучшим фильмом года видите начиная с 2000 поездок 1932 год 1927 год первый фильм wings появился на оскаре и это все идет 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 прям до 2023 года 1974 год крестный отец 2 а вот что вот они будут вот смотрите здесь у нас а вот я веду кстати задав вопрос а вот если здесь колон ограниченное количество они сделали в обратную сторону и теперь аж до 2071 года они смогут просто фильма вот это очень круто и вот здесь вот звезда поднимается по этой лестнице вот они вот так вот идут 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 такие все взволнованные перефотканы его же всеми журналистами и подходят они так вот кстати смотрим самый последний фильм 2022 все везде и сразу не забыли поставить и вот здесь вот здесь по происходит небольшой такой митинг со звездами здесь общаются немножко отдыхают и потом они проходят тот центральный ход где находится зал долби театра был ли я здесь да я был вот и был на автопати после оскара который происходит там на четвертом этаже называется governor's ball то есть это как получается зал губернатора переводе вот и там было очень круто конечно вот на этой надписи можно сфоткаться welcome to hollywood все грибут и папарацци и все туристы под пиццу этой надписи тоже она недавно появилась вот но я вам сразу скажу что в лос-анджелесе много что изменилось за последнее время особенно после пандемии вот и особенно вот эта часть очень сильно поменялось вот посмотрите здесь раньше стояли колонны с такими большими слонами это еще когда зарождалась киноиндустрия гриффит и если вы знаете это режиссер который снял первый фильм вообще на пленку на на кинокамеру и здесь были оригинальные декорации того фильма про египет по-моему они снимали здесь стоян он провалился этот фильм нас разберетом к катастрофическая была сумма первый фильм его был про гражданскую войну и он залетел а второй фильм был про египетских каких-то богов там и очень здесь стояли две колонны с этими слонами из фильма это декорации были снимок и буквально вот в пандемии они взяли и убрали я не понимаю почему следующий момент что не поменяли во первых они постелили здесь вот эту траву и здесь был такой прикол здесь вот так вот была такая дорожка ты по ней шел и здесь были истории различных актрис актеров как они пробились на голливуд что это был тернистый путь что это было все так сложно и ты так вот шел шел читал эти все истории там там не знаю там том хэнкса там джули робертс там и так далее так далее вот ты идешь идешь читаешь 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 и тут бац вот в этом буквальном месте вот в этом буквальном месте вот когда ты доходишь по этой дорожке стояла огромная кровать это был просто стёб то есть я наверное из-за того что за последнее время участились вот эти случаи когда разоблачали того же харви ваннштайна там и так далее что эта тема стала очень острой они решили это все снести и убрать теперь здесь просто такая человек люди просто отдыхают сидят но раньше это был такой просто прикол ну а как еще в голливуде конечно же если вы звезда и вы знаете вы себе голливудский продюсер вы знаете что все что нужно для того чтобы стать супер звездой это знакомство ребята не не топите иллюзию внутри себя это знакомство вы должны знать что это магия то есть вы можете быть недостаточно талантливым но если вы попадете в руки хорошего продюсера и он вас делает знаменитым все вы просто взлетаете попадаете во весь мир и вас просто везде будут знать только если продюсер вас возьмет свой проект и он себе поверьте режиссеры смогут из вас выдавить по максимуму если у вас есть хотя бы капелька таланта ну и конечно вон там надпись голливуд вот это вот такой вот голливуд бульвар мы пойдемте я вам что покажу некоторые здесь улочки которые также подводят в центру голливуда и вы посмотрите в каком они состоянии конечно для вас это будет шок я вам скажу что за последним 5-6 лет голливуде все на нас стало очень плохо из-за того что уровень не знаю может быть заработков из того что уровень оплаты аренды стало намного дороже вот и поэтому это очень все сложно стало для людей и они вы начали вылетать на улицу просто я решил чуть передохнуть чтобы рот передохнул шучу итак мы сейчас с вами спускаемся обратно на голливуд бульвар